Всем привет, я Николай Облучанский и сегодня хочу вернуться к теме подагры. Недавно я был удивлен, когда обнаружил в своем видеоблоге на ютубе много посещений и лайков видео о расширении показаний к применению аллопуринола у пациентов с подагрой. В этом видео я подчеркнул, что аллопуринола нет противопоказаний при нарушении функции почек. Теперь у меня есть идея объединить в простой краткой форме последние подходы в лечении пациентов с подагрой. Подагра возникает у людей с гиперурекемией, которая является нарушением метаблизма пуринов с аномально высоким уровнем мочевой кислоты в крови из-за увеличения выработки креции или того и иного. Подагра развивается, когда мочевая кислота кристаллизуется в форме урата мононатрия и выпадает в осадок, образуя отложение тофы в соединительной ткани, прежде всего в ткани суставов и сухожилий. Клинический подагра определяется кроническо-неинфекционно-воспалительное заболевание с отрими рецидирующими приступами атрины, метафами, нарушениями почки и развитием почечной нефропатии. В течении подагры определяются две чередующиеся фазы – обострение и ремиссии. В лечении ее критически важно всестороннее обучение пациента. Ключ к профилактике лечения подагры – это здоровый образ жизни, соответствующий физической активностью, которая обеспечивает потерю избыточного веса, отказ от курения, хорошая организация диет, которая включает снижение потребления пурин, содержащих продуктов и алкогольных напитков. Полезные молочные продукты – продукты, содержащие витамин С, кофе и вишня, которые могут даже предотвратить приступы подагры. Острая фаза подагры требует нестероидных противоспалительных препаратов, кортикостероидов или колхицина. Нестероидные противоспалительные препараты избегают у пациентов с хроническими заболеваниями почек без диализа, колхицину этих пациентов применяют в более низких дозах. Лечение лекарствами в кармане при первых признаках острой фазы подагры может полностью предотвратить приступ. Местный лед, нестероидные противоспалительные средства в виде гелия и мази также могут быть полезны. Период лечения острой фазы подагры обычно занимает 7-14 дней, но продолжается до исчезновения вспышки. Меры по снижению уровня у пациентов без симптомной гиперликемии и нормальной функцией почек не требуются, и оптимизация стиля жизни более чем достаточна. Лечение ингибиторами эксантиноксидазы или урикоз, урическими препаратами алопуринол, фебуксостат и пробеницид показано у пациентов с рецидивирующим или тяжелым течением с целевым значением с вороточной мочевой кислоты менее 6 мг на децилитр. Начальная доза этих препаратов ниже при хронических заболеваниях почек. Алопуринол является наиболее часто используемым средством для удаления мочевой кислоты. Длухосрочная терапия алопуринолом безопасна и хорошо переносится, и ее можно применять даже при почвенной цветочности или в разных камнях. Фебуксостат рекомендуется только тогда, когда пациент не переносит алопуринол. Необходимо учитать больше случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний с фебуксостатом по сравнению с алопуринолом. Пробеницид менее полезен, чем алопуринол и фебуксостат. Лечение ингибиторами ксантиноксидазии начинают после разрешения острого приступа и продолжают, считайте, что всю жизнь. При невосприимчивой подагре у взрослых можно добавлять изюнорад, если они не достигли целевого уровня сывороточной мочевой кислоты с алопуринолом или фебуксостатом. Изюнорад предотвращает всасывание мочевой кислоты в почках, но имеет побочные эффекты, включая проблемы с этим органом. Подагра – это болезнь, которую можно вылечить. Имейте в виду, что даже путешествие в тысячу миль начинается с первого шага.